Новый музей. Такое название обязывает либо отличаться, либо быть первопроходцем. Новый музей Петербурга, расположенный на Васильевском острове, соединил в себе два этих определения. Его смело можно назвать первым музеем, экспозиция которого посвящена современному искусству. На трех этажах здания разместилась частная коллекция Аслана Чихоева, который начал собирать картины еще в студенческие годы. Вначале это были небольшие рисунки и наброски. И только когда появилась возможность выезжать за границу, картины коллекционер начал приобретать на аукционах. Они поначалу были у нас крикодоличными. Сами только любовались, они были, представляете, их гостям. Потом появилось помещение. Долго думали, что здесь, как будет, появилась такая шальная мысль, а не сделать это сделать или нам в музей. Поначалу это была такая шутка. Шутка переросла в нешуточных размеров музей, где на трех этажах разместились далеко не все картины. Как отмечают сотрудники, по их коллекции можно изучать советский андеграунд. Неофициальное искусство, интересное как художникам, так и посетителям. В коллекции также представлены работы современных художников, которые уже вошли в историю. Территориальных ограничений в музее нет. Здесь представлены картины мастеров из разных городов, но акцент все же сделан на петербургских художников. Убирать, конечно, очень интересно. И что, Даша, я бы начала очень скептически к этому относилась. На силу, ну так, с хозяйством, так скажем, соображения, потому что это же все столько село. Потом я так погрузилась, что несколько, кстати, художников, которые были, конечно, совершенно моя идея. Формат музея, его пространство и нарастающая популярность интересны многим современным художникам. Поэтому здесь часто проходят временные выставки. Так, совсем недавно открылась выставка одной книги Анатолия Белкина «Великие и мелкие». Имя петербургского художника Анатолия Белкина широко известно в России и за рубежом. Еще в студенческие годы он оказался в среде ленинградских художников-нонконформистов. В 1977 году состоялась его первая персональная выставка. С этого времени и по сей день Анатолий Белкин автор множества многих художественных проектов, среди которых главное событие последних лет – выставка «Золото-болот» в Эрмитаже. Экспозиция, открывшаяся в новом музее, посвящена по авторскому определению отношениям между выдающимися деятелями литературы, искусства и политики с миром насекомых. Автор выступает и как писатель, и как художник, и делает акцент на влиянии, оказанном насекомыми на русскую классическую литературу. Не чуждо сотрудникам музея и благотворительность. Сейчас на верхнем этаже музея проходит предаукционный показ картин, продажа от которых пойдет на помощь Центру для людей больных аутизмом. Антон тут рядом. Часть собранных средств позволит Центру снять квартиру, где люди с аутизмом будут пытаться приспосабливаться к самостоятельной жизни. Вот тут такая идея очень интересная. Они решили теперь помочь как? То есть они с ним помещили квартиру, и в этой квартире из-за аутизма будут пытаться и приспосабливаться к самостоятельной жизни. Для того, чтобы провести временные выставки, вся коллекция музея была спрятана в фондах хранилища. Но, как отмечают сотрудники, экскурсовод в любое рабочее время сможет продемонстрировать ее каждому посетителю. КОНЕЦ